Центральное луговидение Цветная, поскольку цветов на нашем Васильковом лугу О, хоть отбавляй Герой сегодняшней передачи Замечательный путешественник Кузнечик Кузя Кузя, представься зрителям Здравствуйте Я Кузя Мне удалось ознакомиться на правах старого друга С дневником нашего героя В котором он скромно повествует О своих необычайных приключениях На земле, в небесах и на море Думаю, что узнать о них любопытно Будет и всем вам, дорогие друзья Кроме Кузнечика Кузи В передаче примут участие Популярные луговые артисты И, конечно, диктор Центрального луговидения Жук Харитон Благодарю вас, это я Ну, меня, Кузя, можно было и не представлять зрителям Которые наверняка знают своих дикторов Не так ли? Прошу всех участников передачи в кадр Пожалуйста, только не толпитесь Всем хватит места Так, теперь все вместе споем нашу традиционную утреннюю песенку А вы, дорогие зрители Пойте с нами, пойте как мы Пойте лучше нас На поле солнышко зашло утро Всем на земле светлым цветом утро Проснулся лес, проснулся луг Утро Все разливается вокруг Утро Не зря зовут начало дня Утро Красинки падают звенья Утро Искрятся травы И святы Утро Отсюда Столько красок И утром Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кстати, история, о которой мы хотим рассказать, началась тоже утром. Правда, Кузя? Правда. Только можно я свой дневник открою? У меня там все написано. Пожалуйста. А то я очень волнуюсь и избиться могу, ведь я же не артист. Ну, хорошо, хорошо. Открывай свой дневник. Вот, открываю. Вторник. Десятый кап... 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 капреля. У меня крупная неприятность. Получил двойку по чистописанию. И это перед самыми летними каникулами. Подумай только, завтра утром мне надо идти в школу. И так целых три месяца. Но как сказать папе про двойку? По дороге из школы домой я думал-думал и придумал. Скажу ему эти неприятные слова. Шиворот на выворот. А он и не поймет ничего. Прихожу домой, говорю. Урап, лечу лоб я. Что означало? Я получил пару. И вдруг он мне на том же самом перевернутом языке отвечает розоп и дыц. Что означало стыд и позор. Досталось мне, конечно, по первое число. Точнее, по десятое. Ой, нет, нет, Харитон, это не тот день. Я дальше полистаю. Ну что, нашел? Вот, 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 воскресенье. Тринадцатое цвектября. Вот, тринадцатое цвектября. Это воскресенье я запомню на всю жизнь. Ведь с него-то и начались все мои необычайные приключения. Мне даже пришлось с моим любимым Васильковым лугом расстаться. А я к нему так привык, так привык, что просто даже слов нет. Ну, неужели тебе не понравились далекие края, в которых ты побывал? Ну, еще как понравились. Ну, мне почему-то все время Васильковый луг снился. Где я каждую травинку, каждую бабочку знаю. Где я, между прочим, этим самым бабочкам всегда место в траволейбусе уступаю. Так все культурные кузнечики поступают. Молодец, Кузя. И хорошо, что свои родные места не забывал. Ну, разве их можно забыть? Ведь родные места, это, это же... Хе-хе-хе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вы это можете доказать? Разумеется Тем более, что по сценарию я должна все время повторять лишь одно словечко Поэтому, му-му, пользуясь случаем, я с удовольствием спою На веселом, на ромашковом лугу Я гулять с утра до вечера могу Если вдруг мне станет скучно, я пою Чтобы те слыхали песенку мою Если вдруг мне станет скучно, я пою Чтобы те слыхали песенку мою Жаль, не нравится мой голос никому, му-му Никому, му-му, никому, му-му Почему же, почему же, почему, му-му Не пойму, не пойму, не пойму, му-му Жаль, не нравится мой голос никому, му-му Никому, му-му, никому, му-му Почему же, почему же, почему, му-му Не пойму, не пойму, не пойму Я бы рада записаться в птичий хор Но меня принять не хочет дирижер Он, наверное, не верит в мой успех А ведь пела бы я в хоре громче всех Он, наверное, не верит в мой успех А ведь пела бы я в хоре громче всех Жаль, не нравится мой голос никому Почему же, почему же, почему Не пойму, не пойму, не пойму Жаль, не нравится мой голос никому Почему же, почему же, почему Не пойму, не пойму, не пойму Мне кажется, уважаемый Муренка, дирижер действительно не совсем прав. Кузя, продолжай рассказ. Ну, мы, честно говоря, с ней мало знакомы. Встретимся так, поздороваемся. Ну, вот и все. А в тот день я почему-то не только раскладывался с ней, но решил проявить вежливость до предела. И крикнул, уважаемый Муренка, к вашей левой передней ноге репей прицепился. Действительно вежливо. И на вы, а она на что? Ну, а она спрашивает, почему Муму? А потому, говорю. Может, ему просто покататься на вашей ноге захотелось. Почему? Ну, кто его знает. Может, он ко всем пристает. Почему Муму? Что это она, Кузя, почему ходит, как глухая? Ну, вот я и подумал, что не слышит Муренка. Прыгнул к ней на макушку, чтобы в самое ухо крикнуть ей до свидания. Она испугалась и хвостом меня... Хватит. И не испугалась я вовсе. А просто щекотки боюсь. Ну вот, про железную дорогу я вначале не зря упоминал. В это время, как назло, поезд мимо мчался. И меня за мою же любезность Муренка на подножку вагона в один момент... Смахнуло. Я даже пискнуть не успел. А, а, а спрыгнуть побоялся. Так на ступеньке и прикатил безбилетным пассажиром на конечную остановку в большой-пребольшой город, в котором никто меня даже не ждал. Но, наверное, именно в городе тебя, Кузя, ждало приключение номер два. Точно, именно в нем. Город, это вам не Васильковый луг. В городе заблудиться ничего не стоит. Там одних улиц сколько, не говоря уже о переулках. А дома такие высокие, что просто шея устает. Ведь голову-то все время задирать приходится. Устал я скакать по городу и присел на какую-то цветочную клумбу. Вдруг один шустрый такой в штанишках выше колен подбегает ко мне и пугает. Сейчас я тебя поймаю, сейчас я тебя поймаю. Но я не стал ждать, пока он меня поймает. Прыгнул в сторону и прямо в чей-то портфель угодил. Портфель туда-сюда, туда-сюда, туда. Но как на качелях качаюсь, а в портфеле темнотища. Ничего не видно. Не заметил, как заснул. Проснулся я и слышу, что-то гудит. Высунул голову из портфеля, вижу подо мной кресло в несколько рядов. А в креслах кто спит, кто жует, кто газетой шелестит. И все почему-то ремнями привязаны. Тут чей-то приятный голос объявляет. Граждане пассажиры, идем на посадку. Под крылом самолета жарафрика. Ой, мамочки, может мне показалось? Нет, я хорошо расслышал. Жарафрика. Мы ее в школе по арифметике проходили. Или нет, по чисто писанию. А может даже по географии. Ой, забыла, в общем, со страхом. Помню только, что в этой жарафрике, кроме жары, еще полным-полно всяких тигров, слонов и этих, как их там, мотобега, мне кажется, бегемотов. О, бегемотов. А больше ничего я не помню. Поздравляю, Кузя, с благополучной посадкой. Неплохое местечко для приключения номер три. Все с нетерпением ожидают, что же с тобой случилось дальше. КОНЕЦ А дальше я спрыгнул с трапа на мягкую зеленую травку. Дальше увидел вокруг себя много самолетов, точно таких, как наш. Вдруг у одного из них винты как завертятся, как затарахтят, как затрещат. И такой от этих винтов ветер поднялся. Ой, ну просто вот хватило меня струя ветра, как пушинку, и понесла куда-то, закрыл я глаза и лечу, 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 лечу. А когда меня обо что-то стукнуло, я понял, что живой. Только вот лапки подогнулись и запутались, носил их, распутал. Открыл глаза. Вокруг какие-то неизвестные, невиданные деревья, смешные какие-то. Представьте, ствол высоченный, мохнатый, а на самой макушке длиннющие листья, как веер. Свисают. Потом я узнал, что эти деревья пальмами называются. И тут я вижу, мимо меня незнакомая бабочка летит. Яркая, разноцветная. Я таких красивых бабочек никогда и не видывал раньше. Но, по крайней мере, в нашей средней луговой школе. Тут я, конечно, не выдержал и поздоровался. Привет, бабочка! Здравствуйте! Но я не бабочка. А кто же? Я птичка калибри. Самая настоящая птичка, только маленькая. Ну, это я сразу заметил. Я, правда, тоже не из больших. Огромных кузнечиков вообще не бывает. А зовут меня Кузя. Понятно. Значит, вы кузнечик Кузя. Правильно. Обо мне даже песенка такая есть. И кузнечик запиликает на скрипке. Хе-хе-хе. Не так громко. Стало быть, вы скрипач? Ну, что-то в этом роде. А почему вы калибри шепотом разговариваете? Объясню. Только сначала скажите, что вы умеете делать? А я на все лапки мастер. Мог бы вам и на скрипке сыграть. Но она у меня дома осталась. А смогли бы вы, Кузя, совершить героический поступок? Ой, еще бы. Благородный поступок я много раз совершал. Ну, можно и героический тоже, ну что ли? Прекрасно. Тогда пойдемте. Куда? Я покажу вам, где живет страшная очковая змея Окулярия. Хе-хе. А для чего мне знать, где живет эта Окулярия? Мне ее адрес ни к чему. Ну, вам необходимо знать его. А иначе как же вы сможете прогнать Окулярию из наших джунглей? Прогнать? Зачем? Ну, от нее никому жития нет. Она очень вредная и злая. Все звери и птицы боятся ее. Вот и спрятались и кто куда. А при чем тут я? Как? Неужели вы не хотите помочь нам? Или, может быть, вы боитесь очковых змей? Ой, ни капли не боюсь. Боюсь, я их даже никогда не видел. Вот и замечательно. Сейчас увидите. Вот так я попал еще в одну историю. И мы отправились вместе с птичкой Калибри на поиски ужасной Окулярии. По дороге нам никто не встретился. Вокруг было пусто и тихо. Вдруг Калибри приложила лапку к своему клюву и... Тссс! Видите дупло? Не-не-не. Ну, ну, вижу. Ой, из него еще чей-то хвостик торчит. Так вот этот хвостик и есть Окулярия. Действуйте! Хе-хе-хе-хе. Действуйте. Надо сначала в разведку сходить. Подкрадусь к дуплу, загляну осторожненько, потом... Потом видно будет. Ой, ничего не видно. Только очки в темноте поблескивают. Да, задачку мне птичка задала непростую. Как же, как же прогнать эту вредину и самому невредимому остаться? Хе-хе-хе. Минуточку. Кажется, придумал. Пучок травы и... 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 и грязная лужа. Вот все, что мне нужно. К тому же, Окулярия, кажется, спит и ничего не слышит. Ну что ж, замазать ей очки грязью, это дело не хитрое. Раз, два, и готово. Хе-хе-хе. Вот теперь можно действовать. Хе-хе-хе. Дерну-ка я Окулярию за кончик ее змеиного хвостика. Сказано, сделано. Дернул и... Вдруг хвостик спрятался в дупло, а вместо него показалась большущая голова в очках. А следом за головой взяла столиное огромное-преогромное туловище и вдобавок длиннющий-предлиннющий хвостища. Ау! Что случилось? Кто посмел меня разбудить? По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по- Позабыв слова, глупо спорить со мной, со змеёй очковой, Потому что всегда в споре я права. Глупо спорить со мной, со змеёй очковой, Потому что всегда в споре я права. Если что, не по мне, я шеплю от гнева, И тогда даже лев ходит в лиспере, Потому что лишь я в джунглях королева, И не может быть иный здесь королев. То в кольцо я свернусь, то загнусь под коврой, Все бегут от меня, словно от огня. Кто захочет шутить со змеёй очковой, Никого нет сильней и страшней меня. Кто захочет шутить со змеёй очковой, Никого нет сильней и страшней меня. Если что, не по мне, я шеплю от гнева, И тогда даже лев ходит приснерев, Потому что лишь я в джунглях королева, И не может быть иный здесь королев. Всё равно я тебя окулярией не боюсь, Напрасно меня пугаешь. Это мы сейчас посмотрим. Ну, где ты? Что-то я тебя не вижу. Зато я тебя окулярией вижу. И никого обижать больше не позволю. Лучше убирайся отсюда. Ах, за такие слова. Ты поплатишься жизнью за душу уничтожить. Это страшилище и вправду уничтожит, Если догонит, конечно, ничего не видит, Но на мой голос ползёт, ползёт. Ой, плохо, плохо, что у меня на затылке Запасных глаз нет. Ой, 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 вовремя меня калибри окликнуло. Ещё бы немножко и свалился бы я в колодец. Одной лапкой я уже, можно сказать, там был. А колодец глубокой-преглубокой. Глянул вниз. Ой, голова закружилась. Я даже, я даже свистнул. Громко так. От страха. Услыхала мой свист. Окулярия в пружину сложилась. И прыг в мою сторону. Я, понятное дело, посторонялся. И пропустил её примёхонько. Ха-ха-ха. В колодец. Она туда со всего размаху. Хи-хи-хи. Плюхнулась. Из черного колодца ей теперь ни почем не выбраться. Перехитрил я все-таки вот эту злюку. Ура! Мы спасены! Нет больше в джунглях страшной окулярии. Вот здорово! Безосходно! Невероятно! Вот кто прогнал окулярию. Его зовут Кузя. Он кузнечик. Разрешите познакомиться. Я тигренок, волосатик. А я слоненок Лус. А-а-а! Эй, ты! Да? А почему не эй, вы? Это меня так зовут! Эй, ты! Это когда-то в детстве я был невоспитанным попугаем. Вот меня так и прозвали. А теперь я вполне, вполне даже вежливый. Ладно, тогда другое дело. Ты герой, Кузя. Требуй любую награду. Хочу домой. А больше мне ничего не надо. А может быть, ты с нами останешься? Правда, оставайся. Ха-ха-ха! Жара-фрика, веселая страна. Жара-фрика, чудес полный-полна. Жара-фрика, зеленый небосвод. Жара-фрика, здесь лето, крупный год. Вот, 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 басоны, глаза по воде. Отчего ж не видно зрителей нигде. Я бы лично слишком близко к тебе глазам не подкатил. Потому что это страшно и зубастый крокодил. Жара-фрика, веселая страна. Жара-фрика, чудес полный-полна. Жара-фрика, зеленый небосвод. Жара-фрика, здесь лето, крупный год. За дорогом громко спорит Вегемот. И никакого любого быстро не уймёт. Вегемот ответит, просит, наедит цветный вопрос. Полерон такой носатый твой, такой рогатый нос. Жара-фрика, веселая страна. Жара-фрика, чудес полный-полна. Жара-фрика, зеленый небосвод. Жара-фрика, здесь лето, крупный год. Жара-фрика, веселая страна. Жара-фрика, чудес полный-полна. Жара-фрика, зеленый небосвод. У вас в Жарафрике хорошо, даже замечательно, но дома на родине лучше. А где, где находится твой дом? На Васильковом лугу, возле станции Одуванчики. Вот только дороги туда я не знаю. Не переживай, Кузя, мы тебе поможем. Ой, вспомнил, вспомнил. О чем ты вспомнил, слоненок Луз? Сегодня на гастроли отправляется мой брат Бимба. Хорошо, хорошо, придумали. А при чем тут Бимба? Он артист, он возьмет тебя с собой. Да? А твой брат летит на самолете? Что ты, Кузя? В двери самолета он только голову может просунуть, а все остальное не пролезает. Поэтому Бимба только на кораблях путешествует. Да? Ну что ж, можно и на корабле только бы домой возвратиться. Тогда надо торопиться на плечах. Не волнуйся, Кузнечик. Грузья в беде не бросают. А нам, конечно, трудно. Это же не один Кузник. Все может получиться, если знаешь две волшебные буквы. Две волшебные буквы? Ага. Какие? Сейчас узнаешь. Но самое главное, что если сложить эти две волшебные буквы, то получится волшебное слово. Но оно же будет совсем коротенькое. Коротенькое, но все равно волшебное. Ой. Я просто сгораю от любопытства. В таком случае слушай и подпевай. Есть яркое слово, как солнечный лучик, И можно запомнить его без труда. Кто с ним не разлучен, кто с ним не разлучен, Это песня всегда. Кто с ним не разлучен, кто с ним не разлучен Кто с ним не разлучен, тот песнь всегда Мы, звонче слова, в мире нет Мы, это песня и рассвет Мы, это значит ты и я Мы, значит, встретили друзья Мы, звонче слова, в мире нет Мы, это песня и рассвет Мы, это значит ты и я, Мы, значит, пределить друзья. Хотя это слово короткое и очень, Нет слова на свете волшебнее его. А в нем, между прочим, две буквы всего. А в нем, между прочим, две буквы всего. Мы, значит, слово в мире нет, Мы, это песня и рассвет. Мы, это значит ты и я, Мы, значит, пределить друзья. Мы, значит, слово в мире нет, Мы, это песня и рассвет. Мы, это значит ты и я, Мы, значит, пределить друзья. Сердца все открыты для этого слова, Его повторяют на все голоса. Звучит оно, снова, Звучит оно, снова, Звучит оно, снова, Творя чудеса. Звучит оно снова, звучит оно снова Звучит оно снова, творящим весам Мы, звонче слово, в мире нет Мы, это песня и рассвет Мы, это значит ты и я Мы, значит, встретили друзья Мы, звонче слово, в мире нет Мы, это песня и рассвет Мы, это значит, ты и я Мы, значит, предельные друзья Можете улыбаться сколько хотите, но песенка эта И это волшебное слово мне помогли Слон Бимба взял меня с собой без разговоров Я попрощался со своими добрыми друзьями Обещал писать им письма в жарафрику И поплыл навстречу новым приключениям Мы, значит, плохо в мире нет Мы, это песня и рассвет Мы, это значит, ты и я Мы, значит, предельные друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok